На сегодняшний день дам моя фамилия Голубева. Когда моего дедушки оборвалась связь с его еврейским папой, и фамилия из Альтшулер поменялась на Голубева. То есть он взял фамилию своей мамы. В нашей семье было не принято об этом говорить, о еврейских корнях. Это не была тема, которую сейчас мы сядем и поговорим открыто, легко. То есть это была такая тема, которая вызывала определенный реально дискомфорт. Наверное, в лет восемь уже от своей мамы узнаю, что оказывается мой дедушка еврей, что мой папа также имеет еврейские корни, но, соответственно, и во мне течет эта кровь. Я росла, как-то развивалась, и мне еврейская культура становилась все ближе и ближе. Мне было это очень интересно в этом, как-то интересоваться, скажем так, историей своего народа. Но ситуация в моей семье как бы ничего не менялась. То есть как не говорилось о еврействе, так как бы и продолжалось молчание. Порой это было очень больно, знаете, я могла просто закрыться в комнате и просто не один час просто плакать. И, знаете, молить Бога, чтобы Он топил лед в сердцах моих родных, которые от этого закрылись. И я понимала, что раз так тяжело и так, ну, непросто этому открываться, значит, за этим стоит какая-то большая боль. То есть какой-то большой сюжет, да, какая-то такая, какая-то семейная драма, да, которую вот так вот тяжело вот переступить, как бы вот принять. Принять ту кровь, которая в тебе течет. И я однозначно могу сказать, что я благодарна Богу за то, что Он помог мне в этом таком раннем возрасте, вопреки как бы, вопреки сюжету моей семьи, опять вернуться к своим корням. Знаете, обычно, обычно происходит все наоборот. Родители тебе передают свою культуру. Обычно все происходит наоборот. Твои бабушки и дедушки тебе рассказывают и стараются в тебе загреть эту любовь к своему народу, к своей культуре. И я поняла, что эта роль падает на мои плечи. Я понимала, что это моя задача помочь своей семье, своим родным открыться для своих корней, открыться для своего пути. Мой дедушка, он с каждым годом, ну, больше, скажем так, интересовался, открывался для своей какой-то культуры, для... Даже с себя он стал принимать свое еврейство. Уже, может быть, к сожалению, а может быть, к счастью. Наверное, скажу к счастью. Пускай в преклонном возрасте, да, уже будучи, ну, достаточно, как бы, там, да, пожилым, но он начал открываться для еврейства. Я узнала, что в Киеве есть еврейская, ну, еврейская обычно школа, да, там, с технологическим уклоном, но с, так же, как бы, с еврейским уклоном на традиции, еврит, как бы, на историю Израиля. И я, ну, как бы, я вынашивала внутри себя, как бы, это желание эти, как бы, вот, ну, быть частью этого, увидеть вообще, как бы, таких же, еще больше таких же детей, как бы, подростков, как я, чем они живут, как бы, какая их жизнь. И, ну, вот, получилось так, что я в девятом классе приняла такое решение, там, вместе с мамой, как бы, вот, что я перехожу этот еврейский лицей, ну, мы пошли на, на, как бы, собеседование, да, там, с директором, и, как бы, он сказал, что, ну, если, типа, у вас только есть еврейские корни, ну, тогда мы можем, как бы, у вас взять, потому что уже учебный процесс начался, мы, как бы, ну, не имеем права, как бы, и, если вы мне предносите доказательства о том, что у вас есть еврейские корни, тогда мы говорим, вот, и я понимаю, что, ну, мне нужно будет идти на откровенный разговор, как бы, с моим дедушкой. Я очень переживала, но набралась смелости, и я решила сдвинуть эту, как бы, такую традицию молчания в нашей семье, и я поговорила, что, вот, я бы хотела бы, вот, ну, в моем сердце есть, вот, как бы, это еврейская культура, в моем сердце отзывается, вот, то, что я читаю в писании, и мне бы хотелось бы узнать больше о традициях, да, и быть частью, как бы, этой молодежи, вот, дедушка, давай что-то будем делать, мне нужно увидеть твои документы, открой, пожалуйста, тайну, что же там, ну, происходит, и, знаете, на удивление, это получился очень теплый разговор, то есть, мой дедушка, может быть, ну, я думаю, он сто процентов не ожидал, то есть, он знал, что, как бы, я вот очень открыта к еврейству, что я открыта к еврейской общине, да, что, вот, как бы, к музыке еврейской, к культуре, но, что я вот пойду прямо в это образовательное место, да, чтобы быть, как бы, частью еще больше еврейской, ну, еврейской культуры, для него это, конечно, было очень удивительно, но он, как бы, меня, скажем так, поддержал, он дал мне этот документ, я с ним пошла, мы предоставили, меня взяли в этот лицей. С подросткового, с детского возраста полюбила еврейские праздники, да, как бы, вот их, и мне нравилось приходить в гости у бабушки и дедушки, и вот что-то рассказать, вот, чем я живу, и какой праздник, какие особенности, там, того или иного праздника, а он, как бы, со своей стороны, что он знает, потому что он у меня очень умный человек, был, как бы, и начитанный, и он тоже об этом знал, но, скажем так, это, опять же, повторюсь, это было, ну, не принято, да. На мое 16-летие так сложилось, что мой дедушка мне презентует подарок в виде Маген Давида, вот, который, собственно, на мне сейчас, это такая особенная память для меня, вот, как бы, он сам смастерил, скажем так, это его ювелирная работа, потому что, ну, он всю свою сознательную, как бы, жизнь любил что-то такое ювелирное, ну, творить, нам, там, дарить разным, как бы, своим родным, близким, что-то такое красивое для девочек, вот, и для меня это было так ценно, неожиданно, и в тот момент я вот прям вот почувствовала такое, знаете, как бы, такая печать, что он этим самым, ну, как бы, поддерживает еще больше и подтверждает, что, ну, я, ну, я тронула его сердце этим жестом, как бы, этим путем восстанавливать эту еврейскую культуру, эту еврейскую традицию, да, в нашей семье, то есть эти еврейские корни, чтобы, ну, то есть я почувствовала, что он ценит, что я хочу возвращать эту еврейскую культуру, да, в нашей семье, как бы, продолжать, даже, скажем так, быть ее продолжительным. Я считаю, что молодежи нынешнего времени, вот, как я и есть в окружении меня очень много таких людей, я считаю, что нам просто необходимо интересоваться историей, нам необходимо говорить о том, кто были наши родные и в какая у нас течет кровь, то есть если в тебе течет еврейская кровь, но ты не имеешь права этого стесняться, ты не имеешь права этого бояться, и я знаю, почему я так говорю. Я думаю, что очень важно знать, копаться, интересоваться ролью своей, ну, вот, как бы, своей, да, истории, как бы, своей культуры, своего народа, и неважно, какой процент в тебе течет еврейской крови, и неважно, насколько ты чистокровный еврей, если в тебе есть этот след еврейской истории, этой еврейской культуры, ты просто должен продолжить ее, потому что, ну, знаете, есть известные эти высказывания, да, ну, так же, там, из Писания, да, кто, если не ты?